Всем привет! Меня зовут Таня и сегодня я снимаю для вас новое видео с моей подругой Владой. Всем привет! Сегодня мы снимали у вас видео типа DIY. Мы будем делать лизун. Я уже давно видела у многих видеоблогеров, как они делают разные лизуны. И поэтому я тоже решила попробовать, потому что мне кажется, это будет очень интересно. И поэтому сегодня мы на ваших глазах будем первый раз делать лизуна в домашних условиях. Для этого лизуна я потратила свои денежки. Купила 4 баночки канцелярского клея. Также я потратила целых 200 рублей, чтобы купить персил. Ну, потому что третобарната... Тетробарата натрия. Мы не нашли. У нас его вообще нет. Мы облегали все аптеки, точнее только одну. Также мы купили разные декорации, то есть типа блёски, чтобы если у нас получится наш лизун, мы смогли его как-нибудь красиво украсть, чтобы он был не просто белым, а каким-то цветным. Также из дома я принесла вот такую миску, в которой мы будем всё перемешивать. И вот такую ложечку, чтобы это всё перемешивать. Как я вам уже говорила, это будет первый у нас опыт делать лизуна, поэтому я сначала для начала сделаю... Сначала для начала... Сделаем мы маленький лизун. И вот мой канцелярский клей. И сейчас мы его немножко нальём. Теперь мы добавим немножко персила. Это будет у нас место загустителя. Всё, всё, всё. Только учти, тут нужно побольше. Это мы понятнее. Давай, давай. Пожалуйста, я так хочу, чтобы получилось. Пожалуйста. Какой реакции вообще? У нас просто ручка на клей. Ну что это такое? Попробую ещё клея долить. Мне уже не жалко клея. Потому что мне кажется, что он уже просроченный, потому что что вы хотите от клея за 25 рублей? Пожалуйста. Он сейчас тоже, мне кажется, появляется. Хотя, блин, почему он... В общем, так у нас не получился первый лизун. Вывод. Не покупайте дешёвый канцелярский клей, потому что с ним невозможно вообще сделать никакой лизун. Поэтому мы только что сходили в магазин, купили два клея ПВА фирмы Луч, потому что чаще всего его все используют в качестве добавки... О, господи, наш стол падает в ад! В общем, мы купили клей ПВА. Сначала мы купили баночку. Да, потому что мы не хотим рисковать. Если с этим получится, то я не знаю, что мы будем делать. Скажем, что там просроченный клей. Да, мы скажем, что в этом месте мы пойдём разбираться, скажем, что у вас просроченный клей. Потом у нас не получат, а взят лизун. Я буду добавлять персил понемножку, чтобы... О, смотри, начинает. Ну, какой-то эффект пошёл, а то с прошлым вообще ничего не было. Вот, смотрите. Он прям вот комочками пошёл. Вот, видите? То есть уже вообще... Мне кажется, у нас наконец-таки получится этот лизун. Ой, такая каша тяжёлая. Может, его в руки возьмём? Попробуем помять. О, полипает, конечно, к рукам. Давай возьмём эту. Кого? Сон. Сейчас. О, Господи. Таня, что ты сделала? Он теперь к рукам липнет. Это не лезёт. Значит, надо ещё помешать. Давай ещё эту вот добавим капельку. Блин, чё, у меня на руках? Я пошла в ванну. Он не липнет к рукам. Таня, у нас получилось. Ура! Таня, он получилось. Итак, ребят, вот такой вот показатель у нас получился. Но я хочу его украсить, поэтому добавим, пожалуй, в него блёски. Я хочу добавить в него вот такие вот блёски с звёздочками. Итак, ребят, вот такой вот показатель у нас получился. Конечно, он не тянется, но он довольно приятный на ощупь и его можно жмякать. В принципе, неплохой лезут. Ну, мне кажется, это лучше то, что у нас получилось первый раз. И, если честно, он не очень приятно пахнет. Он пахнет каким-то клеем. Мне нравится. И немножко пахнет вот этим персилом со вкусом ламанды. Точнее, замка ПВА. Сейчас будем делать ещё один лезун. Мы уже добавили клей ПВА. И сейчас будем потихоньку наливать туда персил. А вот этот лезун мы сейчас будем украсить вот такими-то розовыми блёсточками. Мне кажется, это будет тоже очень красиво выглядеть. Ну, в принципе, чтобы его вот так вот жмякать. В принципе, нормальный зун. В принципе, мне кажется, ПВА вообще невозможно. Знаете, вот он делает вот такие зунки, которые продаются в магазинах. Это надо делать именно с канцелярским. Либо с силиконом. Пока Влада моёт руки, мы сейчас добавим блёстки. В общем, ещё один вот такой вот лезун у нас получился. Только на этот раз уже с блёстками розовыми. Он получился тоже очень красивым и очень тянучим. Мне кажется, вот этот, он гораздо лучше, чем тот. И мне кажется, этот лезун получился всё более тянучим, чем тот. Потому что там мы, скорее всего, немножко переборщили с персилом. В общем, в итоге у нас получилось два вот таких вот лезуна. Один у нас с такими золотыми звёздочками, а другой розовый и с розовыми блёстками. Я надеюсь, что понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. И до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok